Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Шунин с вами. Здравствуйте. Доброе утро всем. Доброе утро. Пятница часто ассоциируется с клубами, с разведением. Ну, когда-то ассоциировалось. Сейчас уже как-то мы все разъединены этим коронавирусом. Может быть, какие-то мероприятия. Так давайте соединяться вновь. Давайте соединяться, конечно же. Тем более у нас есть прекрасная возможность поговорить с артистом, который пишет, сочиняет, исполняет музыку, которая часто исполняется как раз-таки в клубах. Рон Мэй с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, привет всем. Да, вот, ну, может быть, действительно начнем с того, как коронавирус повлиял на, может, такое развитие танцевальной музыки, под которую очень хорошо развлекаться в клубах. Вообще, как живет клубная жизнь, если вот говорить вообще даже о мировой клубной сцене? Ну, на самом деле, конечно, коронавирус повлиял в негативную сторону на эти процессы. Ну, с одной стороны, это хорошо в плане того, что все отдохнули, набрались сил для новых вечеринок, а те, кто занимается, пишут музыку на студиях, в это время сделали очень большое количество нового материала. Сейчас это все заново как бы возвращается потихонечку, и я думаю, что впереди нас ждет очень много новой, свежей музыки и классных вечеринок по всему миру. Какие новые тенденции, может быть, какие-то интересные фишки появляются в этом жанре, в этом направлении? Ну, в принципе, все приблизительно так же. Очень много музыкальных ответвлений сейчас танцевальной музыки, ее с каждым днем становится все больше и больше, и на нее находится спрос, потому что все больше и больше людей входят в эту культуру, слушают эту музыку, все развивается, все очень активно происходит в этом направлении. Где сейчас, где лучшие тузовки у нас в клубе, а где вот эти клубы находятся, где центры клубной жизни, если говорить? Ну, вот опять-таки, можно о России, а можно обо всем мире? Ну, если мы говорим о всем мире, то, наверное, это все-таки большие фестивали, как Tomorrowland, это вечеринки на Ибице летом, все это не меняется. Фестиваль Ультра, это, наверное, самые глобальные мероприятия в России, конечно же, это Alpha Future People, но, наверное, клубы уже не так актуальны, как большие классные рейвы с хорошими артистами. А то есть рейвы возвращаются, да? Абсолютно точно. Как вообще создаются, записываются подобного рода треки? Потому что было, ну, у вас в соцсетях можно было даже видеть, там, как вы набираете на гитаре мотив, и вот подогреваете там интерес своих поклонников, слушателей. Как сочиняется музыка такого рода? Как раз-таки, да, я приезжаю к себе на студию, включаю гитару либо синтезатор и начинаю поиск, поиск этого состояния. Поиск этой мелодии, когда я понимаю, что что-то происходит, что-то мне начинает нравиться. Я записываю это, развиваю, придумываю музыкальные топ-лайны, какие-то вокальные элементы. И это такая большая-большая работа, очень приятная большая работа, которая занимает большую часть времени, помимо выступлений. Студийная работа – это очень важный процесс. То есть это можно действительно сравнить с каким-то таким конструктором, где каждый элемент имеет свое значение? Да, конечно, но, конечно, основной элемент – то, что находится внутри, и то, что ты чувствуешь, когда ты создаешь музыку. Потому что, конечно, главный элемент – это создатель этой музыки, когда ты переживаешь ее через себя, либо транслируешь какие-то свои мысли. И это, наверное, основное. А дальше уже идут детали, которые помогают тебе в чем-то или наоборот. Потому что есть такое обманчивое действительно чувство, что танцевальная музыка – это прежде всего ритм. И здесь вот вопрос, почему у одних выстреливает композиция, под нее хочется танцевать, а под другую нет. Хотя кажется, что ритм совершенно одинаковый. Но сейчас, опять же, все немножечко меняется, и танцевальная музыка выходит за рамки танцевальной музыки. Конечно, наверное, эта танцевальная ритмика должна присутствовать. Но уже во многом это какие-то живые инструменты, это очень сильные вокальные партии. И уже достаточно приличное количество времени танцевальная музыка заняла свое место рядом с поп-культурой высочайшего уровня. И они находятся на одном уровне, и уже сплелись во многом. И нет такого страшного и жесткого разделения, как еще 10-15 лет назад, когда, если ты делал что-то коммерчески попсовое в танцевальной музыке, тебя начинали упрекать в этом. Потому что ты уходишь в попсу. Сейчас, к счастью, такого нет. Но вот вы уже упомянули о роли вокала. Вот насколько, как вы учились петь? Насколько вот этот голос оказался интересным таким действительно вот элементом вот этих, ну, ваших композиций? Ну, я вокалом занимаюсь всю жизнь, в принципе, с детства. Я никогда не занимался этим профессионально с точки зрения систематических занятий в институте или в академии, потому что я считаю, что это может немножечко убивать собственную индивидуальность вокала. И моя работа на студии десятилетиями и практика – это, наверное, самый лучший метод достижения каких-то результатов в этом. Постоянные тренировки, постоянные занятия персонально. Вы упомянули сплетение танцевальной музыки с поп-музыкой высшего уровня, а сплетение, я не знаю, там, с классическими какими-то произведениями, ожидается ли в таком случае, были когда-то? Помните, в 90-е, в начале нулевых попытки коллаборации рэперов с классическими оперными певцами, но как-то эти все попытки остались вот там же, лет почти 20 назад. Что-то подобное возможно еще? Ну, я думаю, что, наверное, это как более частный случай. И, ну, я знаю, что некоторые попытки рэперов коллаборации с оперными певцами еще старых времен до сих пор остаются легендарными. Легендарными композициями, их, конечно, немного, но они присутствовали. В танцевальной музыке тоже были такие попытки, были достаточно успешные работы, но это больше, наверное, все-таки частный случай, чем целая тенденция. То есть какой-то вот элемент из классического произведения нельзя использовать в танцовом? Ну, условно говоря, позаимствовать какой-то кусочек из Моцарта, Баха, Бетховена? Ну, как же, как же, сколько раз садажу... Ну, да, да, да. Нет, это абсолютно можно сделать, и даже ничего за это не будет, но дело в том, как это будет сделано. Если это будет сделано интересно и не так тривиально, как многие попытки сделать это, то, наверное, это будет иметь место и будет иметь своих слушателей, конечно. — Говоря о слушателях, вот кто ваша аудитория, насколько... Ну, вот вы поддерживаете с ней связь, я понимаю, что вот сейчас соцсети, наверное, дают какой-то мощный такой фидбэк, возможность даже подкорректировать на ходу какие-то вот вещи, которые понять, что хочет слышать аудитория. — Да, конечно, сейчас соцсети занимают, наверное, лидирующую позицию среди контакта с аудиторией, с обменом какой-то информации, представления новой музыки. Ну, и, наверное, наша основная аудитория — это все-таки немножечко люди постарше. Если мы опираемся на, опять же, поп-сцену, которая популярна в России сейчас, то это очень молодая аудитория. Мы все-таки рассматриваем немножечко более взрослую аудиторию, способную созидать к более интересной музыке, слушать вокалы, слушать какие-то мелодии, ну и, конечно, танцевать. — Но вот по поводу соцсетей, что именно используют сейчас артисты для того, чтобы достучаться до поклонников? Какие, может быть, чем отличаются, то есть, условно говоря, Инстаграм, ВКонтакте от Фейсбука? Есть ли здесь какая-то или, ну, не копипейстом, просто они пытаются ввести свой профиль? — Это разная аудитория, это разные методики подхода к рекламе в том числе, потому что, если мы берем ТикТок, то это совершенно инновационный метод рекламы, где очень юная публика, и нужны свои подходы. Инстаграм — это уже более зрелая аудитория, которая также понимает, что она там делает. Фейсбук с Инстаграмом, наверное, чем-то похожий, а ВКонтакт больше рассчитан на российскую аудиторию, на российскую музыку, очень локально, это очень локально. — А насколько выгодно использование музыки в роликах на ТикТоке, например? — Сейчас это набирает огромную популярность. Если еще полтора-два года назад все смотрели на эту площадку и как бы удивлялись о тех методах, которые там происходили, то сейчас они занимают, наверное, очень близко к лидирующей позиции соцсетей как к продвижению музыкантов и вообще творческих профессий. — Ну, я правильно понимаю схему? Там та же самая система, в общем-то, отчисления авторских за каждое скачивание или использование? — Да, конечно, это работает абсолютно везде, но огромный плюс в том, что там буквально за какие-то маленькие сроки можно достичь огромной популярности в музыкальном произведении, если оно завирусится, попадет туда, попадет к крупным блогерам. И я знаю ряд артистов, которые очень сильно взлетали, очень сильно и быстро, благодаря ТикТоку именно. — А вообще, если говорить, в общем, как распространяется музыка и на чем зарабатывают артисты сейчас? Вот учитывая, что пластинки, ну, практически никто не покупает, как-то эта музыка, все изменилось? — Да, все изменилось в лучшую сторону, опять же, потому что я в музыкальном бизнесе с начала 2000-х годов, и я видел всю тенденцию развития, как это все происходило. И сейчас, наверное, самое благоприятное время для артистов, если мы говорим о возможности зарабатывать на своем любимом деле. Потому что сейчас монетизация происходит через интернет, это как раз-таки площадки Spotify, каждое прослушивание в интернете, все теперь, все это официально, за каждое из этих прослушиваний, просмотров платятся денежки. Раньше это было сплошное пиратство, когда компакт-диски продавались в крупнейших сетевых магазинах Москвы полностью с, назовем это так, ворованными треками, которые кто-то написал, ни копейки за это не получал. К счастью, это все ушло, и сейчас это становится действительно достойно того, чтобы этим заниматься. — Ваш рассказ напомнил легендарную горбушку мне. — Да, без этого никуда. — Ну, я напомню нашим слушателям, прежде всего, что мы с нами на прямой связи, Рон Мэй, артист-исполнитель, и мы, может быть, уже нас время поджимают, хотели бы узнать несколько слов, может быть, о том треке «Hello», который мы сейчас будем слушать, как он появился, чем вдохновлялся. — Ну да, «Hello» — это такой трек, который писался, наверное, больше года, в плане того, что не постоянная работа, а приходилось что-то поменять. «Мелодия» пришла давно, потом она ждала своего часа, но и трек этот, конечно же, о том, что все бы, наверное, хотели иметь какие-то крепкие взаимоотношения и не подвергаться, так скажем, ранению своих чувств. Но без этого мы не можем, и, соответственно, к сожалению, это происходит у каждого в жизни, и надо понимать, что это неотъемлемая часть жизненного процесса, не стоит расстраиваться. — Жизнь-боль. Вот такой вывод мы можем сделать. Жизнь-боль, но это оптимистичный финал, тем не менее. — Да. Ну что же, спасибо большое. Где можно будет услышать? Действительно, каким способом можно услышать вашу музыку, если кто-то заинтересуется, захочет послушать треки? — Ну, сейчас это, наверное, Spotify. Это самая такая основная площадка для музыкантов, туда можно зайти, посмотреть, подписаться. Много-много информации. Ну, конечно, Инстаграм. — Хорошо. Спасибо. — Спасибо большое. — Желаем удачи и, как минимум, хорошего дня. — Спасибо вам. — И переходим к прослушиванию композиции «Хеллоу». — Рон Мэй в нашем эфире.